Добрый день, уважаемые друзья, добрый день, уважаемые коллеги. Кому-то, наверное, добрый вечер. Я рад вас приветствовать на нашем очередном вебинаре, вебинаре Директ Академии. И сегодня мы вновь встретимся с Мариной Орешко, которая проведет вебинар под названием «Онлайн сервисы для совместной работы с читателями». Как всегда, займу первые несколько минут для общих объявлений. В самом начале чата, как всегда, у меня располагается несколько полезных ссылок. Первый из них ведет на наш основной сайт, сайт Директ Академии, и главная его страница – это страница расписания. В этом расписании вы можете зарегистрироваться на все вебинары, которые мы запланировали на текущий год, прямо до июня месяца, на текущий учебный год, до июня месяца 2019 года. Конечно, мы не гарантируем, что у нас не появятся новые идеи. Более того, я совершенно точно вам хочу сказать, что не все вебинары еще помещены в то, что мы планируем в наше расписание. Мы еще будем дополнять расписание, особенно в части его дальней 2019 года и конца 2018 года. У нас там еще есть пробелы, которые мы заполним, но тем не менее, уже сейчас можно посмотреть, что есть. В нашем расписании уже 145 мероприятий, и вот любой из этих вы можете выбрать и на него зарегистрироваться. Запись вебинара ведется, и вебинар будет помещен ориентировочно вечером в четверг на наш канал на YouTube. Поэтому, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал, чтобы быть всегда в курсе того, что происходит в Директ Академии. Третья ссылка. Ссылка на наши онлайн-курсы. Те, кто хочет учиться, не только ходить на вебинары, но и делать это последовательно. Сейчас по всем критериям удовлетворяю параметрам обучения, а не просто ознакомление. Можете записаться на наши учебные курсы, которых сейчас 7, но в ближайшее время будет больше. Ну и, наконец, последняя ссылка ведет на страницу выдачи сертификатов. Через несколько, примерно через 10 минут после окончания вебинара вы сможете по этой ссылке перейти и заказать сертификаты по этому вебинару. Ну что ж, да, и еще я хотел бы вам, как всегда, напомнить о наших следующих вебинарах, следующих трех вебинарах. Завтра состоится мой вебинар, который называется «Издательство Директ Медиа и преподаватели. Работаем вместе над электронным учебным изданием». Это вебинар для преподавателей, ну и вообще для всех, кто хочет стать автором электронного учебного пособия в университетской библиотеке онлайн. В пятницу вебинар Татьяны Телегиной, нашего постоянного спикера «Скопус полезности для публикации». Ну и 1 октября, вот мы уже и до октября добрались, тоже мой вебинар «Арт-портал. Образовательный ресурс для школьников и студентов». Тоже зову вас на этот вебинар, постараюсь сделать его достаточно интересным. Ну что ж, все, да, по этим ссылкам вы можете прямо сейчас зарегистрироваться на данных мероприятиях. Ну что ж, у меня с моим вводным словом все. Я готов передать слово Марине Анатольевне для проведения сегодняшнего вебинара. Марина, прошу вас. Уважаемые коллеги, я надеюсь, меня слышно и видно. Отлично. Тогда, я думаю, начнем наш сегодняшний вебинар, который я назвала «Онлайн-сервисы для совместной работы с читателями». Сегодня поговорим о том, как можно интересно и продуктивно устроить, организовать совместную работу с читателями, с книгами, по каким-то проектам, в исследовательской деятельности, ну и разные другие способы организации совместной работы в библиотеке. Термин «совместная деятельность» происходит из понятия библиотеки Веб 2.0. Наверняка все вы слышали это понятие, знаете, о нем уже давно пишут, с 2005 года, как термин этот появился. Автор термина Майкл Кейси высказал тогда предположение в 2005 году, что библиотеки, особенно публичные, находятся на распутье, и многие элементы Веб 2.0 сейчас могут применяться и в библиотечной деятельности. В частности, он говорил о том, что можно расширять пространство, место библиотеки не только в офлайн, но и онлайн, и в том числе говорил о том, что необходимо придумать какие-то формы совместной работы с пользователем библиотеки. В центре концепции Веб 2.0 библиотеки прежде всего активный пользователь, читатель. Благодаря технологиям он может пользоваться электронным каталогом и получать библиотечные рассылки, быть в курсе событий, получать приглашения на мероприятия библиотеки. Но это не только, это только вот одна, наверное, грань. А вторая, то что читатели и пользователи сейчас активно привлекаются для создания различных информационных продуктов в библиотеке. Они участвуют в проектах, в создании аудиокниг, в видеочтении, в издании буктрейлеров, каких-то других информационных продуктов. И все это не только помогает проявлять себя в творчестве, но способствует популяризации библиотеки, привлекает новых читателей. И в первую очередь здесь на первый план выходит совместная работа, коллективная творческая деятельность. Как эту работу можно организовать с помощью различных технологий? Самый известный на сегодняшний момент пример организации коллективной работы в сети – это портал Вики Сибириада. Я думаю, наверняка вы о нем слышали, может быть, даже кто-то там зарегистрирован и является участником проектов. Я вам ссылку сейчас пошлю на заглавную страницу этого портала. Чем интересен этот портал? Здесь собираются заинтересованные библиотекари и преподаватели вместе со своими учениками и принимают участие в различных сетевых проектах. В Вики Сибириаде проектов очень много, каждый месяц что-то новенькое происходит. И принять участие в проектах могут не только преподаватели библиотекари Сибири, но и со всей России участники здесь приветствуются. Все регистрируются на портале, а затем могут принять участие в любой акции, которая представлена на платформе. Например, совсем недавно был проект, который назывался «Память Сибири», в котором я принимала участие как эксперт. Проект был ориентирован на сбор исторических данных и личных впечатлений о небольших народностях, населяющих нашу страну. В текстовом и цифровом формате. И вот в рамках проекта участники в совместной деятельности под руководством библиотекаря или преподавателя создавали инфографику, ленты времени, интерактивные карты, видеоролики, различные цифровые фотоальбомы и другие ресурсы. Поэтому, если вы только делаете первые шаги и хотите попробовать себя в сетевой деятельности коллективной, то можно попробовать обратиться к этому порталу. Единственная сложность, конечно, портала в том, что здесь присутствует вики-разметка. Перед тем, как зарегистрироваться, немножко придется познакомиться с вики-разметкой, как делать записи на портале, как отмечаться, как вставлять изображения и другие информационные продукты. Все, что вы создадите в рамках проекта, вы здесь же прямо на Сибириаде можете публиковать и распространять ссылкой, делиться со своими читателями библиотеки. А я вам расскажу о сервисах, которые позволяют организовать совместную работу не только в рамках такого портала, но и просто каждому из библиотекарей. Какие-то несколько небольшой наборы простых инструментов, которые помогут сделать совместную работу интересной, активной и эффективной. И самое главное. Начать я предлагаю с монстра в этой сфере. Самый востребованный и самый простой, наверное, инструмент – это сервисы Google. Их несколько. Я выбрала, наверное, самые часто используемые, которые наиболее эффективны. Но самое простое, то, что приходит на первый взгляд – это Google Документы. Все сервисы Google требуют того, что необходим аккаунт. Google нужно зарегистрироваться перед тем, как начать работать. А дальше вы получаете свой собственный Google Диск. 5 гигабайтов свободного пространства, где вы можете хранить все документы, тексты, изображения и презентации. Документы, презентации, таблицы вы можете либо загружать со своего компьютера, либо создавать прямо онлайн в этом сервисе. Ну вот, начнем с Google Документов. Самый простой вариант – это создание текстовых документов, куда вы можете еще добавить изображения и гиперссылки. Вот таким образом выглядит рабочее поле у Google Документов. Вот я вам примерчик одного Google Документа сейчас положила в чат. Это один из моих обучающих материалов, созданный как раз через Google Документы. Чем они интересны? Кроме того, что вы получаете функционал обычного текстового редактора, вы можете текст печатать, вставлять, добавлять изображения и гиперссылки. Здесь еще есть возможность комментирования. И делается это в настройках доступа. Вот в правом верхнем углу настройки доступа. Вы открываете их, и появляется возможность пригласить участников для работы. Вы можете открыть свой документ только для просмотра, для комментирования и для редактирования. Вот тот, который я вам дала ссылкой, он открыт для комментирования. Он такой тренировочный, поэтому вы можете попробовать добавить комментарий. Как это делается? Любой объект в этом документе может быть прокомментирован. Выделяете его мышью, даже через правую клавишу добавляете комментарий. Либо нажимаете на значок «Комментария» рядом с настройками доступа. Вот в таком виде облачко. И после этого у вас с правой стороны появляется поле для комментирования, и вы можете таким образом добавлять комментарий. Если вы откроете документ для редактирования, то все участники, которых вы пригласите по электронной почте, они смогут вносить прямо сразу в документ свои изменения. А вы потом в истории изменений можете просматривать, кто и какие изменения когда внес. Работа в Google Документах очень удобная, быстрая, хорошо подходит, например, для мозгового штурма. Или если вы набрасываете какие-то идеи, собираете мнения читателей, опрашиваете их по каким-то вопросам. Все это очень эффективно и быстро работает. Поэтому, наверное, Google Документы у меня и первые в списке. Другой вариант – Google Презентации. На прошлом вебинаре я уже немножко рассказывала о Google Презентациях, о том, что это отличный инструмент для совместной деятельности, позволяет создавать различные информационные продукты, можно создавать различные тематические презентации, можно виртуальные выставки, можно какие-то рекламные материалы библиотеки. А можно, например, вот такой сетевой проект придумать для читателей. Я вам ссылку дала в чате. Это проект как раз с портала Вики Сибириады, назывался он «Ширик.рук», где пользователи библиотеки, читатели и библиотекарь собирали информацию о разных играх народов мира и России. И каждый из участников получил свой собственный слайд, на котором он добавлял информацию, который посчитал нужные фотографии, изображения, тексты, возможно, гиперссылки и другие материалы, которые были в его распоряжении. Таким образом, вы можете, например, организовать совместную читательскую выставку, например, выставку читательских предпочтений, где каждый из пользователей может добавить свою какую-то книгу, любимую в этот топ. Можно просто какую-нибудь исследовательскую работу придумать, особенно если вы работаете с детской, школьной или молодежной аудиторией, то можно, например, попросить каждого из них подобрать свое любимое стихотворение или написать стихотворение, представить свой талант на слайде. В общем, тут просто неисчерпаемые возможности, и все очень просто, достаточно только Google аккаунт получить, после этого можно создавать презентации. Собственно, поле само похоже на PowerPoint, здесь кнопки очень простые, все русифицировано на русском языке, поэтому особых проблем возникнуть не должно. А в настройках доступа вы разрешаете доступ к этой презентации, к ее редактированию или к комментированию. Презентацию тоже можно комментировать. Google таблицы. Таблицы тоже хорошая вещь. Она больше, может быть, для каких-то учебных целей подходит, чем для библиотечных, но тем не менее. Таблицы, например, помогают вам, если вы проводите какие-нибудь конкурсы творческие. И на творческий конкурс участники представляют какие-то информационные продукты. Например, они все делают какой-то буктрейлер по книге. Вы составляете список участников, заносите в таблицу данные, а дальше каждый из участников, получив доступ к таблице, может добавлять ссылку на ту работу, которую он сделал. Так удобно и сразу видно, кто из участников сдал работу, кто не сдал. И здесь удобно все просматривается в таблице. Кроме того, вы можете тут же цветом, например, или своими комментариями давать оценку работе. Например, вот на слайде у меня материалы мастер-класса, где участники выполняли определенные задания. Зелененьким, например, помечены работы, которые зачтены и прошли. Желтым – те, которым есть замечания, красным, которые не прошли по конкурсу. Таким образом, вы можете работать в конкурсе вместе с Google таблицами. Тоже хороший инструмент для совместной работы. Еще один – Google форма. Google форма мы чаще всего используем, когда создаем какие-то опросники для читателей на сайте библиотеки, какие-то викторины, может быть. Самое интересное, что Google форму можно создавать не в одиночку, а тоже привлечь каких-то участников к этому процессу. Можно вместе придумывать вопросы к викторине. Вы опять-таки через настройки доступа даете доступ участникам, возможность редактировать, а дальше они могут добавлять свои вопросы. Например, договориться, что каждый из участников добавит по одному вопросу по книге определенной, и в итоге получится вот такая совместная викторина, которую можно разместить на сайте или в блоге библиотеки для других читателей. Таким образом, помощники библиотеки помогают и в создании викторин тоже. Еще один интересный инструмент, самый сложный, наверное, из всего этого перечня, это Google карты. Google карты, расскажу о них чуть подробнее, потому что интересный инструмент, он позволяет создавать и редактировать карты, интерактивные, наносить на них различные метки, а к меткам прикреплять информацию. Это могут быть тексты, ссылки, видео. Точно так же карте можно дать доступ другим участникам и организовать какую-то совместную работу по созданию такой Google карты. Я вам в чат положила ссылку вот на такую совместную карту, созданную по страницам книг Жюль Верна «Путешествие литературных героев». Такие карты можно создавать по любым книгам, где так или иначе есть привязка к географическим событиям. Можно создавать по биографиям писателей, путешествия того или иного писателя или другого видного деятеля. Вы можете делать виртуальные экскурсии по родному краю, по городам, селам и поселкам в своей области. Можно придумать различные другие варианты, как использовали Google карты, виртуальные туры, виртуальные экскурсии, достопримечательности города и так далее. Все это можно сделать с помощью Google карты. Как это работает? Сначала вы как создатель карты ее создаете опять-таки через Google диск, а далее у вас открывается вот такая пустая карта, где вы в поисковую строку вносите пункт начальный, с которого вы начнете свою карту, свой виртуальный тур. Я написала город Мурманск. И дальше добавляете плюсиком на карту эту точку. Таким образом наносите необходимое количество точек на карту, которые потом можно соединять линиями в один маршрут, если вы, например, создаете какое-то виртуальное путешествие. Вот, например, карточка для редактирования. Вы открываете редактирование город Мурманск, а дальше внизу я в кружочек красный выделила все, что можно добавить к этой точке на карте. Фотографии, видео, ссылки, проложить маршрут. Такая стрелочка, которая вправо показывает. И таким образом вы эту точку на карте можете редактировать и насыщать информацией. Менять цвет иконки, менять информацию, добавлять видео через YouTube. Все это возможно. Вы можете делать эти точки на карте сами, можете пригласить других участников, а затем все вместе соединить в общий маршрут. Таким образом у вас карта получится коллективной. Точно так же можно предварительно распределить обязанности, и каждый из участников получит свою точку на карте и сам будет наполнять ее информацией. Но это что касается Google карт. Далее, после того, как вы точки создали, то, что я сказала, их можно соединять линией. Есть такая вкладка, которая отвечает за добавление линий фигур. А дальше вы щелкаете по соседним точкам, которые вам нужно соединить мышью, появляется маршрут. Таким образом у вас виртуальная экскурсия получится. В определенном порядке все точки вы соедините. Это что касается Google инструментов. Но, конечно, Google не исчерпываются все возможности совместной деятельности, потому что на самом деле их намного шире. И с помощью онлайн-сервисов можно создавать разные интересные информационные продукты. Я предлагаю посмотреть, начать осмотр этих информационных продуктов с цифровых историй. Иначе их называют цифровым сторителлингом. От английского «story» – «история», «tell» – «рассказывать» – это искусство рассказывания истории. В последнее время появилось такое направление, как «digital storytelling» – цифровой. «Storytelling» – это цифровые истории, которые рассказывают о персонажах, какие-то интересные сюжеты с использованием веб-дванольных сервисов. Самый интересный проект, который создает сейчас в профессиональном уровне цифровые истории – это проект «Арзамас». Может быть, вы слышали о нем. Это просто неисчерпаемый кладезь разной интересной информации, которая касается искусства, культуры и литературы в том числе. Здесь собрано большое количество видеолекций, цифровых историй, касающихся русских, зарубежных писателей. Много интересной и дополнительной информации, которую можно использовать на мероприятиях в библиотеке. Поэтому советую заглянуть и посмотреть, как это на профессиональном уровне. Но даже, используя простые, обычные бесплатные сервисы, можно сделать очень интересные цифровые истории. Например, вот такой сервис «Utel Story» он называется. Это сервис для создания аудиорассказов по картинкам. Сейчас я вам ссылку отправлю в чат, чтобы вы посмотрели, как это выглядит. Это как раз тоже совместная работа библиотекаря и читателей. Там детский голос озвучивает. Как это работает? Вы зарегистрируетесь в сервисе. После этого у вас, получается, есть возможность добавить картинки, отдельные фотографии, по которым вы будете рассказывать свою историю. Изображения загружаются с компьютера. А дальше к каждой картинке вы можете добавлять озвучку. Есть кнопка «Record», которая записывает прямо онлайн все ваши комментарии к каждой картинке. Есть кнопка «Upload Audio». Вы можете его загрузить с компьютера, если она уже где-то у вас заранее записана. Вот так, переходя от слайда к слайду, вы их озвучиваете. И в итоге у вас получается такая звуковая история по картинкам, которую можно пролистывать и прослушивать. Готовую работу вы можете вставить у себя на сайте или в блоге на страницу библиотеки и делиться ею с другими пользователями. Что характерно для таких историй? Истории эти получаются довольно интересными, необычными. Кроме того, есть возможность добавлять соавторов. На этом сайте все истории делятся на два типа. Стории, обычные истории, где вы в одиночку работаете, и топики. Это вот те самые совместные коллективные истории. Вы можете дать ссылку на свою историю, сделав ее топиком. И после этого все, кто по этой ссылке перейдут, могут стать вашими соавторами. И начать, например, озвучивать слайды. Точно так же вы можете распределить обязанности. Каждый из участников озвучит свой собственный слайд. И получается такая многоголосая история, которой можно делиться потом с остальными читателями библиотеки. Еще один похожий сервис – Voice3. У него примерно такое же предназначение. Он тоже создает звуковые истории на основе картинок и фотографий. Я вам сейчас ссылку положу на нашу работу. Мы озвучивали поморскую сказку «Мышкин кораблик», которая похожа на теремок. Правда, мы сделали это сначала оффлайн, а потом все загрузили в сервис. Делали немножко в другом порядке. Но можно коллективно тоже озвучивать это несложно в самом сервисе. Точно так же вы загружаете картинки, изображения с компьютера, а дальше каждой картинке своего рассказа добавляете либо текст, либо записываете аудио, либо загружаете его. Есть даже возможность добавить видеокомментарий. Например, с мобильного телефона, у сервиса есть еще и мобильная версия, вы можете прямо с помощью камеры мобильного телефона записывать комментарии, ну вот как это делается в скайпе, например. И у вас рассказ будет не только по картинкам, но еще и с участниками, которые будут появляться и озвучивать картинку. Вот таким образом получается не только звуковая, но еще и видеоистория. Вы даете точно так же, приглашаете участников к работе, и они самостоятельно уже могут редактировать ваши загруженные картинки. Загружать картинки может только создатель этого рассказа, а вот комментарии добавлять можно совершенно спокойно всем, если вы поделитесь с ними ссылкой. И таким образом можно, например, рассказывать о книге, высказывать какие-то мнения о прочитанном, обсуждать книгу, может быть, выполнять какие-то задания библиотекаря. В общем, возможностей тут достаточно много, просто проявить фантазию, и наверняка можно сделать что-то интересненькое. Для совместной работы с читателем библиотеки уже давно используют блоги, сайты, социальные сети, группы и так далее. В последнее время я получила распространение такое время, как микроблогинг, когда не нужно создавать какой-то ресурс, блог, тратить время на его оформление. Вот, например, когда мы создаем блог Google на платформе блогер, там сначала предварительно нужно сам создать блог, настроить шрифты, оформление и так далее. На все это время сейчас уже и не требуется. Сейчас есть платформа, где вы можете совместно редактировать публикации вместе с читателями библиотеки или вместе с коллегами, и тогда вам даже блог не надо свой заводить, все это будет опубликовано в сети. Одна из таких платформ, которая позволяет очень быстро и доступно публиковать различные интересные вещи в сети, это уже для более взрослой аудитории, не для детей, для молодежи, может быть, это понравится. Платформа называется Medium. Она позволяет создавать разные цифровые истории, куда добавляются тексты, фотографии, видео, ссылки и даже встраиваемые объекты. Это различные презентации, игры, викторины, в общем, все информационные продукты, у которых есть код. С помощью кода они встраиваются внутрь такой публикации. Вот я вам ссылку дала, например, вот такая цифровая история о Николае Гумилеве, писателе. Как это работает? Вообще здесь минимализм. Единственное, что сервис на английском языке, но здесь английского настолько минимум, что даже особых трудностей, наверное, не возникнет. Вы получаете вот такое чистое поле, после того, как зарегистрировались, нажимаете плюсик, у вас появляется возможность создать историю и добавлять объекты. Вот там, где Tell your story написано, там вы текст вносите, а нажав плюсик, добавляете разные медиа-объекты. Фото, видео, встраиваемые объекты и разделы между частями вашей истории. Вы приглашаете участников к редактированию этой истории. Правда, редактирование здесь немножко необычное. Участники не получают сразу доступ к вашему тексту, а получают возможность оставлять комментарии. В сервисе они называются Private Notes. На значок с замочком нажимают и дальше вписывают свои комментарии. Вы, например, создаете основную статью, а остальные соавторы вам помогают. В комментариях дописывают, что необходимо. Единственный, может быть, недостаток, что вам придется потом эти комментарии вставлять в основной текст, поскольку участники только комментируют, ничего не правят. Затем, после того, как вы все откомментировали, отредактировали, после этого вы можете публиковать уже готовую работу в сети, и у вас такой микроблогинг начнется после этого. Говорят, последняя ссылка не открылась у всех. Так, я вроде правильно скопировала. Ну, все ссылки, они вот и есть все в этой презентации, потом в конце или прямо вот в ходе моего рассказа вы можете презентацию скачать. Да, открывается, значит, все нормально. Все ссылки, которые я публикую, они все есть внутри этой презентации, так что если захотите еще после вебинара что-то посмотреть поподробнее, пожалуйста, пользуйтесь. Презентацию можно скачать через папку, которая называется «Ресурсы». Она у вас на рабочем поле во время вебинара должна находиться в правом углу, пятая по счету, серая папка. Если нажать на этот значок, то откроется презентация и возможность ее скачать. Это что касается «Медиум». Он англоязычный, но достаточно динамично развивающийся сервис. Сейчас там очень много русскоязычного материала, очень много интересных публикаций. Наш русский аналог «Стория», он не такой известный, и он более развлекательный. Если «Медиа» все-таки посерьезнее будет, то «Стория» более развлекательный ресурс, но практически полностью дублирует предыдущий. Он тоже позволяет создавать различные цифровые истории, вставлять туда и видео, и фотографии, и карты, и ссылки, и тексты, естественно. Здесь все на русском языке, поэтому все несложно. Вы добавляете название своей истории, потом выбираете, что грузить картинку, видео, ссылку или точку на карте обозначить. А дальше вы можете добавлять соавторов. Вот с правой стороны я открыла эту вкладку для добавления соавторов. Нажимая плюсик, вы по электронной почте рассылаете им приглашение к соавторству. Они после регистрации могут принять участие прямо в редактировании вашего текста. Пригласить соавторов можно бесконечно много, сколько вы считаете необходимым. Ну и потом такая история у вас бесконечно может редактироваться. Новые и новые авторы будут подключаться и добавлять свою информацию. Такие цифровые истории с большим количеством изображений, медиа-объектов, других интересных ресурсов называются лонг-риды. От английского «long» – длинный рид читать, длинное чтение. Сейчас такие истории очень популярны в сети, пользуются большим спросом. Поэтому есть возможность попробовать себя вместе с читателями еще в ранге журналистики. Особенно если у вас при библиотеке есть какие-то кружки или объединения журналистов, то можно вместе попробовать что-нибудь совместное сделать в предыдущих, вот в этих последних двух сервисах. Я вам предлагаю еще посмотреть другие варианты совместной работы. Можно сделать еще и ленты времени. Это очень интересная работа. Вы можете работать по биографии писателя, рассказывать историю развития литературы, культуры, искусства, науки, изобретений, в общем, все, что посчитаете нужным. Лента времени или по-другому таймлайн – это такой график, лента, действительно, на который нанесены временные отсечки с различными датами. К каждой дате вы можете прикреплять какое-то событие. Внутри события размещаете фотографии, тексты, видео, изображения, иногда даже возможно добавить аудио. И вот такая лента времени может потом публиковаться на сайте или в блоге библиотечном. Вообще ленты времени в основном индивидуальны, но есть несколько сервисов, которые позволяют и коллективно их сделать. Например, сервис, который называется SuTory. Сервис условно бесплатный. У него есть демо-версия, где вы получаете полную возможность добавления, но она действует, если ничего не изменилось, около месяца. Потом демо-версия перестает работать, и вы частично теряете доступ к некоторым функциям, но даже то, что у вас останется, достаточно много. Вы можете сделать, например, вот такую историю про белого медведя я сделала. Как видите, можно добавить сюда изображения, фотографии, аудио, комментарии. Можно организовать форум и даже добавить викторину. Получается вот такая вот красивая публикация. Это даже не чисто лента времени, потому что я, например, дат не добавляла, и поэтому у меня получился вот такой лонгрид вертикальный. А если сюда добавить даты, то получится лента времени, и все эти картинки, тексты выстроятся у вас по хронологии. Получаются очень интересные публикации, красиво оформленные, которыми можно делиться в сети и публиковать у себя на сайте. Для того, чтобы пригласить соавторов, есть кнопка «Шеа». Я ее выделила в правом верхнем углу. Там есть ссылка на работу, и есть информация для того, чтобы пригласить соавторов к работе. И таким образом можно уже совместно что-то интересное придумывать. Внутри, как только соавторы приступят к работе, есть несколько блоков, которые вы можете насыщать информацией. Список блоков перед вами. Можно добавлять тексты, изображения, видео, аудио, так называемые интересные факты, которые будут выделены особо. Можно добавить викторину, игру, собери пару, добавить форумы, обсуждения и различные подзаголовки. Получается очень здорово и красиво. Инструменты для редактирования, как видите, несложные. Можно добавлять ссылки, менять шрифты немножко. Викторины дают возможность выбрать из нескольких ответов правильных. Вот такая замечательная штука, действительно, спасибо, которую можно использовать в работе. Жаль, конечно, что часть функционала платна, но даже бесплатного, в принципе, достаточно. Интересно получается. Еще немножко о лентах времени. Таймлайн, который мне очень нравится, называется, ну, собственно, так и называется таймлайн. Сейчас я вам ссылку положу, чтобы вы оценили, что у нас получилось в этом серфисе. Он абсолютно бесплатный, это его сразу плюс. Единственный недостаток, он на английском языке, это минус. Но я написала мастерилку, обучалку к этому сервису. Там я перевела все надписи на русский язык. Если у вас возникнет необходимость в работе, можете использовать, я думаю, вам пригодится в работе. Надеюсь на это. А как это все работает? В этом сервисе даже не нужно специально регистрироваться. Если у вас есть Google аккаунт, вы можете просто зайти на сайт, вам тут же предложат шаблон. Это будет шаблон Google таблица. Вот она таким образом выглядит. Там есть уже какие-то в этом шаблоне внутри тексты, ссылки на изображение. Вы просто меняете содержание. Убираете одно, заменяете своим. Можно добавлять в эту таблицу графы. Их там около 10, можно добавить еще больше, если у вас таймлайн будет длинный. И после этого вы свое содержание туда добавляете. Что здесь указывается? Поскольку это настоящая лента времени, то тут нужно указывать начало события, можно окончание события. Даем подзаголовок, вносим какой-то текст, если нужно. Интересная вкладка графа, которая называется «Медиа». Она позволяет добавлять различные медиа-объекты. В основном изображение и видео. Сюда можно добавить по ссылке. В основном картинки хорошо встают сюда. Изображение надо добавлять по ссылке из интернета. То есть не с компьютера, а найти картинку подходящую и по ссылке ее сюда добавить. Далее вы можете указать авторство изображения, если это вам необходимо. И дальше выбрать фон, добавить теги, метки к этой линии, чтобы вам было удобнее в ней ориентироваться. Возможности достаточно много. После того, как вы шаблон заполнили, вы это все сохраняете, ссылку на этот шаблон вставляете на сайт, и вам сайт тоже выдает код. Этот код вы вставляете на свой сайт или в свой блог добавляете, и у вас лента времени открывается уже на странице вашей библиотеки. Единственное, что обязательно нужно место, где вы будете это публиковать, потому что сервис не предоставляет площадки для публикации, он дает только код. А вы этот код уже сами публикуете на своей собственной площадке и пользуетесь этой лентой времени. Еще раз повторюсь, сервис не очень сложный и бесплатный. Количество работ не ограничено. Теперь от лент времени перейдем к еще одним интересным вещам. Называются они ментальные карты или интеллект-карты по-другому. Это такие вот древовидные структуры, которые рисуются, как здесь на слайде показано. Устанавливаются связи между объектами и явлениями. Интересно, можно, например, сделать ментальную карту в виде виртуальной выставки одной книги, как здесь. В центре, например, изображение книги, обложка, а дальше информация вокруг этой книги. Автор, может быть, экранизация книги, может быть, информация о прототипах, о героях, о каких-то темах, идеях, о жанре произведения. В общем, все-все-все, что можно только об этой книге рассказать. Ментальную карту можно использовать для мозгового штурма, если вы собираете много идей и хотите их как-то структурировать. В общем, любая информация, которая нуждается в структурировании, которую вы хотите красиво оформить в виде такой древовидной структуры, все это можно с помощью ментальных карт сделать. В основном они используются, конечно, в образовании, но, я думаю, в библиотеке тоже можно попробовать. Самый простой сервис для создания таких карт, где можно совместно работать, это Google. По созвучию можно догадаться, что он родственник Google. Он позволяет создавать ментальные карты очень простые на основе текстов и изображений. Плюс, что здесь все на русском языке, и особо не будет затруднений. Вам дается вот в стиле минимализма такой пустой чистый лист, куда вы, щелкая мышью, добавляете блоки с информацией, а дальше уже самостоятельно к этой информации можете добавить ссылки или изображения. Бесплатно можно неограниченное число работ создать, а приглашая соавторов, вы можете уже и совместно что-то деятельность придумать по структурированию информации. Кроме того, здесь еще есть чат для обсуждения созданной диаграммы. Если вы что-то хотите обсудить, можно это тоже устроить. Чуть посложнее. SpiderScribe. Еще один сервис для создания ментальных карт. Тоже позволяет организовать коллективную работу. Да, все верно. Спасибо за дополнение. SpiderScribe, он немножко такой более сложный по созданию. Можно сюда добавить тексты, изображения и даже карту. Вот таким образом тоже, как древовидная структура, здесь все организуется. Тексты, картинки, все связывается линиями между собой. Вы приглашаете соавторов для работы, и они могут точно так же редактировать вашу карту, как и вы. Минус здесь английский язык. Он сервис не русифицированный, но по иконкам, по значкам тут понятно, что можно добавлять. Кроме карты и текстов, изображений, еще и календарь можно добавить. Если вы, например, планируете какой-то совместный проект, и вам нужно устанавливать сроки этого проекта, то можно привлечь сюда еще и календарь. Каждый элемент здесь передвигается, меняется местами, соединяется линиями. Его можно менять, как вы посчитаете нужно. В сервисе есть и платные, и бесплатные тарифы. Лучше сразу выбрать тариф бесплатный для некоммерческого использования. И здесь количество работ не ограничено. Ну, еще сложнее от простого сложного идем. Люсид Чарт. Это сервис не только ментальные карты создает, он еще и создает разные информационные блоки с информацией, что-то наподобие инфографики. Сюда можно добавлять тоже фотографии, иллюстрации, различные блоки с информацией, иконки из сайта, и каким-то образом эту информацию структурировать. Ссылку я вам положила в чат. Бесплатно, к сожалению, здесь только три проекта можно создать, но зато можно пригласить соавторов для работы неограниченных и организовать чат для обсуждения и оставлять комментарии к созданной работе. Все это публикуется на сайте и в блоге библиотеки. Здесь есть небольшая библиотека изображений, иконок и фигур, которые можно использовать в своей работе, если это нужно. Вот этот сервис бесплатный, Draw.io. Он тоже подключается в Google Аккаунт. Вам регистрироваться специально не надо, если есть Google Аккаунт. Достаточно зайти в это приложение, оно у вас установится, и вы сможете в нем работать. Он тоже создает ментальные карты, тоже приглашает к совместной работе, как любой Google Документ. Здесь вы можете тоже соавторов приглашать. Позволяет еще вот такие вот красивые цветные схемы рисовать, напоминающие инфографику. Сервис, к сожалению, пока на английском языке, но он очень напоминает Google Документы и Google Презентации, поэтому можно по аналогии в нем работать. Здесь есть библиотека изображений, библиотека различных шаблонов, в которые можно вставлять ссылку, я вам дала, это на основе шаблона сделано, просто информацию заменила. Есть возможность добавления фигур, стрелок, различных других элементов для оформления. Готовую работу сохраняете на компьютер, ее можно скачать, можно опубликовать в сети, получить код для того, чтобы встроить ее на сайт или в блог. Шаблонов здесь достаточно много, есть простые совсем, есть красочные блок-схемы, и ваша работа будет всегда у вас на Google Диске. Вы к ней можете в любой момент вернуться и ее еще раз отредактировать, если есть такая необходимость. Ну, такие самые красочные сервисы для создания ментальных карт MindMeister. Сервис для создания ментальных карт, который позволяет добавлять тексты, изображения и различным образом их красиво оформить. До трех интеллект-карт он создает бесплатно, есть возможность добавления соавторов. Вы можете, кроме изображений, еще и видеоресурсы сюда подключить, по ссылке из YouTube добавить видео. Есть небольшая библиотека с иконками, если необходимо, можно оттуда взять. Выбирать можно подложки, рамочки, заливки фона. Сервис более красочный, здесь большие возможности для оформления готовой работы. Все это перемещается по экрану. Вообще все интеллект-карты, они хорошо масштабируются, можно увеличивать объекты, уменьшать, отдалять, приближать с помощью мыши. И тем самым все очень хорошо просматривать. Можно с помощью таких карт, например, оформить, кроме выставки одной книги, например, рассказ, вот как я попробовала сделать, о достопримечательностях города, где каждый из участников добавит свою. Какие-то виртуальные экскурсии, путешествия, информацию о памятных местах и многое-многое другое. Все это можно с помощью ментальной карты оформить. Второй вариант, тоже три ментальных карты создает Миндома. Они практически близнецы-братья, друг на друга очень похожие. Один и второй. И принципы работы похожи, и рабочее поле немножко только отличается. Спасибо, у нас пошли ментальные карты. Спасибо, что делитесь. Я думаю, слушателям будет интересно по ссылкам походить, надеюсь. Ментальная карта Миндома точно так же позволяет добавлять изображения, видео, различные примечания текстовые, есть иконки, они же символы, можно добавлять комментарии к готовой карте, ну и, конечно, с авторами вместе над ней работать. И опять-таки готовую работу вы можете сохранить, не сохранить, а опубликовать у себя на сайте или в блоге. От ментальных карт предлагаю перейти еще к одним интересным вещам. Называются они виртуальные доски. Вот они точно ориентированы на совместную работу, 100%. Виртуальная доска – это такой бесконечный лист или бесконечная доска, на которую можно прикреплять самый разнообразный контент. Каждый из участников может сделать свой вклад в общее дело, оставив какие-то свои замечания, предложения, свою информацию добавить. Вы можете через виртуальную доску собирать, например, творческие работы участников, делать совместную коллективную выставку книг, читательских предпочтений, делать опросы. В общем, многое-многое другое, все это через виртуальные доски отлично делается. Мне нравятся две из них. Сервисов на самом деле много. Я предлагаю посмотреть на Padlet поближе. Это сервис для создания виртуальных досок. Он позволяет пригласить к работе других участников, которые могут оставлять записи даже без предварительной регистрации в этом сервисе. Что можно добавить на такую доску? Щелкаем в любое место этой бесконечной доски и открывается окошечко, куда мы по ссылке добавляем различный контент. Видео, изображение, музыку и документы. Таким образом у вас наполнение доски происходит, и каждый из авторов может что-то свое добавить. Это классический вариант доски. Есть более современный с помощью стикеров. Вот он мне в последнее время нравится. Я несколько таких создавала. Ну вот пример. Linoit называется сервис. Это тоже сервис для совместной работы. Виртуальная доска, на которую с помощью стикеров наносится разная информация. На стикер вы можете добавить текст, а вообще можно прикрепить еще картинку и добавить гиперссылку, если это необходимо. Вы можете каким-то образом текст оформить, добавить иконку из библиотеки сервиса, теги, добавить какую-то дату, шрифт выбрать, цвет шрифта и так далее. Для примера я вам предлагаю сейчас такую коллективную работу маленькую по ходу вебинара. Нет, количество создаваемых работ не ограничено. Вот, пожалуйста. Вот эта доска сейчас открыта для редактирования. Вы можете даже без регистрации сейчас на нее зайти. Вот эта последняя ссылка. Там надпись, какую книгу вы сейчас читаете. Ну, я вот выбрала такой вариант. Первая мысль, которая пришла мне сегодня в голову. Я придумала сделать такую виртуальную доску. Вы можете просто сейчас потренироваться, попробовать, как вам этот сервис, нравится, не нравится. С правой стороны коллекция стикеров. Выбираете любой цвет, который вам нравится. Переносите его мышью на эту доску и оставляете свой комментарий. По ссылке у всех ошибка, да? Вроде скопировала правильно. Ну вот, к сожалению. Сейчас попробую еще раз. Я так старалась. Да, ошибка, увы. Сейчас попробую еще раз. Да, точно, ошибка. Ссылка оказалась не очень эффективной. Ну, ладно. Тогда вот, к сожалению, не получается. Жаль, что так получилось. Ну, хорошо. Если вы пройдете на следующий вебинар, я попробую что-нибудь сделать. Жаль, что она не рабочая оказалась, как выяснилось. Ну, бывает, да. Ну, в любом случае, вы можете по предыдущей ссылке пройти и посмотреть, как это работает. Заходите на сайт Linoid. Зарегистрировались там. Дальше стикеры берете в руки. О, кто-то уже добавил. Здорово. Значит, получилось. Ну, вот. В общем, вот такая интересная работа. Мне кажется, для детской молодежной аудитории здорово может получиться со стикерами. Я пробовала со своими подопечными, им понравилось. Мы цитаты собирали о литературном персонаже. Выбрали, например, Евгения Базарова из «Отцов и детей», и каждый должен был добавить какую-то цитату, которая характеризует этого персонажа. Получилось довольно интересно, и такая большая коллекция вышла. Интересных цитат и выражений. О, все отлично. Из «Мирополиса» да, точно не получается, а вот если вы ее скопируете, ссылку попробуйте через браузер, то все заработает. Здорово, рада, что все-таки мы нашли выход из ситуации. Ну, и осталось совсем немного у нас до конца вебинара. Хотелось еще рассказать о нескольких сервисах, в том числе для создания интерактивных плакатов. Тоже наверняка слышали, это очень известный информационный продукт. Вы берете изображение, на него наносите горячие метки или горячие точки, интерактивные метки. Нажимая на эти метки, вы добавляете какую-то информацию. И пользователь, просматривая картинку, получает много-много интересной информации, дополнительной к этой иллюстрации. Таким образом можно оформить, например, выставку, опять-таки, книги, какой-то интерактивный сделать продукт, например, рассказ о писателе, о художнике, поместив его портрет и так далее. Самый известный сервис для коллективной именно работы в этом русле – это ThinkLink. К сожалению, он постоянно монетизируется, отслеживать его монетизацию становится очень грустно, потому что все меньше и меньше возможностей осталось. Сейчас сюда на такой интерактивный плакат добавляется небольшое количество иконок, значков, меток, и можно добавить ссылку и видео. И, собственно, на этом, наверное, все и исчерпывается. Но, тем не менее, здесь есть очень хорошая функция коллективной работы. Вы приглашаете в соавторы, даете ссылку на эту работу, и дальше начинаете добавлять контент на это изображение. Я вам сейчас ссылочку положила в чат. В рамках портала Вики Сибиряда мы делали плакат «Русские ученые-изобретатели». Собирали о них разную информацию в интернете, и у нас вот такой коллективный плакат в итоге получился. Здесь около 30 участников, и каждый внес свой небольшой вклад. Таким образом, вы можете и с детьми, и с более взрослыми читателями попробовать собирать какую-то информацию по теме. Опять-таки о какой-то книге, о писателе, о земляке, вести какую-то краеведческую, исследовательскую работу. Все это оформлять с помощью плаката. Интерактивные карты – тоже интересный вариант. Я вам уже рассказывала о карте Google, которая здесь самая главная, наверное, среди сервисов. Есть еще сервис русифицированный, который называется MyHistro. Он позволяет создавать что-то среднее между лентой времени и интерактивной картой. Здесь одновременно идет дата и тут же географическая привязка. Очень удобно создавать такие ленты времени по географическим объектам и по историческим датам. Вот, например, даты Великой Отечественной войны, основные битвы, например. Либо какое-то путешествие по городам и населенным пунктам, которое заняло какое-то время. И опять-таки связано с какими-то датами. Плюс сервис, что он русифицированный, и тут все очень несложно. Вы просто регистрируетесь, создаете свою работу и начинаете добавлять на него события. К каждому событию привязываете дату, отмечаете его на карте. И таким образом у вас получается целый список событий отдельных. Вот так он выглядит с левой стороны, которые вы добавляете в свою историю. Что нужно сделать? Вам нужно просто мышью перенести ваш список событий в историю, которую вы хотите создать. Вначале у вас будет пусто с правой стороны, а потом потихоньку из левого столбика в правый вы мышью переносите нужные события, внутри их как-то организуете в нужном вам порядке. Ну и затем у вас все это отмечается на ленте времени и на вашей карте. Вы можете ее просматривать и как карту, и как ленту времени. И, естественно, приглашать сюда других соавторов для работы. Какой здесь минус может быть? Вам необходимо быть самим зарегистрированным, конечно, в сервисе. И соавторы должны быть зарегистрированы. И вы внутри этого сервиса еще должны подружиться. Здесь что-то по принципу социальной сети. Вы становитесь друзьями внутри, и после этого автоматом вы можете стать соавторами и совместно создавать вот такие события и из них собирать одну большую общую историю. Вот таким образом сервис работает. StoryMap. Еще один интересный сервис тоже для создания карт. Вот это тоже очень красивая вещь. Не могла не поделиться с вами. Сегодня у меня чуть перебор по времени, скорее всего, будет. Поэтому не обижайтесь, пожалуйста. Рассказать хочется много, а времени не так уж много. StoryMap. Сервис для создания интерактивных карт. Позволяет добавлять к карте различные медиа-объекты. Можно загружать изображения, можно добавлять гиперссылки, можно видео по ссылке из YouTube добавлять. И все это очень быстро редактируется, и все это получается очень симпатично. Я вам вот ссылку дала, чтобы вы могли посмотреть, как это работает. Очень красиво получаются совместные виртуальные экскурсии. Вот я, например, сделала такую по городам-героям. Вместе со своими читателями вы можете сделать, например, по каким-то достопримечательностям. Очень удобный, интересный сервис. Стоит один раз попробовать. Вы, надеюсь, в него влюбитесь, потому что он бесплатный, он несложный. Количество работ здесь не ограничено. Попробуйте. Это интересно. А, собственно, окошко для добавления всех медиа-объектов. Вот сейчас перед вами на экране. Здесь все несложно. Описание, подписи, загрузка, медиа и поиск необходимого объекта на карте. Все понятно и несложно. Об этом сервисе я буду подробнее рассказывать на отдельном вебинаре, который будет называться «Библиотечные квесты». Сейчас скажу об Easy Travel всего несколько слов. Один из самых известных сервисов для совместной работы по созданию аудиогидов. Это, опять-таки, виртуальные экскурсии и путешествия по городам и селам России и мира. И по достопримечательностям тоже. На Easy Travel вы регистрируетесь. И после этого можете совместно со своими коллегами или читателями создавать аудиогиды. Вы выбираете какую-то точку на карте. А затем к этой точке вы добавляете озвучку. Рассказ об этой достопримечательности, например. Плюс к этому вы можете добавить еще и фотографии, и плюс еще и даже викторину, чтобы участникам было интереснее гулять по вашей виртуальной экскурсии. Вы можете походу добавлять еще какие-то опросы. Вот как вы видите, здесь на русском языке, внизу шаблон для введения викторины. Вы добавляете описание этого места на карте, выбираете озвучку, либо загружаете с компьютера, либо здесь есть возможность записать профессиональную озвучку. Но в основном все выбирают загрузку с компьютера. И далее, если необходимо, добавляете какой-то опрос. После этого сохраняете все готовое, и у вас получается такой интересный аудиогид. Easy Travel – это не только в браузере работа, это еще и мобильное приложение. Закачав себе это приложение на телефон, вы можете с этим аудиогидом путешествовать по городу и прямо в режиме реального времени получать информацию о достопримечательностях. Вот так вместе с читателями можно создавать интересные информационные вещи и организовывать виртуальные экскурсии по родному городу. Последнее, о чем сегодня я хотела сказать, о том, что сервисов для совместной работы на самом деле очень много. Я даже и не все взяла и выбрала такие, как мне показалось, наиболее интересные. Есть еще и сервисы для работы с видео. Даже видео можно комментировать и совместно обсуждать. Три несложных сервиса. Первый из них привязан к аккаунту Google – VideoNote. Специально регистрироваться в нем не надо. При первом открытии, если вы по ссылке пойдете, вам предложат его установить или скачать на компьютер. Вы просто соглашаетесь, и после этого у вас откроется вот такое рабочее поле. Это видео, которое с YouTube помещается с правой, с левой стороны. А справа – комментарии к этому видео, которые вы добавляете сами, либо в соавторстве с другими участниками. Все вместе. Вы можете комментировать видео, добавлять к нему добавочную, какую-то дополнительную информацию. Это что-то среднее, как если бы соединили YouTube и блокнот. Причем у вас каждый комментарий привязан к определенному моменту видео, к отсечке времени. И у вас получается, что можно комментировать любой эпизод вашего видеофайла. Таким образом, вы можете с участниками, например, комментировать экранизацию какого-то произведения, театральной постановки, обсуждать фильм по книге, что-то другое, в любой буктрейлер, например, обсудить, который вы вместе создали. В общем, здесь большие возможности для работы совместно и для обсуждения. Единственный минус – это все на сайт и на блок не вставляется. А во всем остальном все очень несложно. Вот таким образом происходит подключение к совместной работе. Вы можете предложить участникам редактировать, комментировать или просто читать ваши обсуждения. Если вы просто хотите добавлять комментарии, но при этом опубликовать все это на сайте или у себя в блоге, то подойдет сервис «Видеоант». У него есть возможность добавления на сайты и блоги. Принцип работы такой же абсолютно. Здесь все несложно, всего три кнопки. Добавить аннотацию, пригласить соавторов и прокомментировать. Запускайте видео в нужный момент, добавляйте комментарий, текст. Ну и приглашайте соавторов, чтобы они тоже вместе с вами что-нибудь покомментировали или пообсуждали. А все это готовое можно добавить у себя на сайт или в блог. Сервис буквально за несколько минут позволяет создать интересный продукт коллективный. Ну и Вайлакс – это сервис, ориентированный в основном на образование, на педагогику. Но, тем не менее, тоже можно поинтересоваться и посмотреть, на что он способен. По сравнению с предыдущими сервисами у него есть плюс. Он позволяет не только обсуждения организовать, но и викторины отгадывать. Вы можете создать викторину и попросить участников тут же в режиме реального времени на нее отвечать по ходу видео и потом просмотреть, как кто ответил, какие ответы получились и так далее. Точно так же слева у вас видео, справа чат, в котором вы общаетесь вместе со своими пользователями, читателями, участниками. Можете им задавать вопросы, побуждать к обсуждению, либо они вам могут задавать вопросы, и вы на них что-то будете отвечать. А вот шаблончик для того, чтобы создать викторину. Нажимаете кнопку Q&A, question and answer, вопрос и ответ. А дальше получаете возможность создать викторину, либо с одним ответом, либо с несколькими. И тут же ее в чат и добавить. Тогда участники будут не только заниматься обсуждением, но еще и отвечать на вопросы викторины. Опять-таки вы можете этой ссылкой распространять, либо можете вставить на сайт или в блог у себя. Попробуйте, может быть, вам что-то из этого тоже понравится для организации совместной деятельности. Вот так вкратце я постаралась осветить как можно больше всяких интересных сервисов, которые помогают в работе совместной деятельности с читателями. И все эти, большинство сервисов, у них у всех есть обучающие материалы. Часть я написала, часть я нашла в интернете. Все ссылки активные, вы можете по этой ссылке пройти и посмотреть обучалки, если какой-то сервис вас заинтересовал. Если у вас есть какие-то вопросы, то я еще несколько минут буду с вами, постараюсь быстро на них ответить. Если вопросы появятся позднее, то вот мои координаты. Меня можно по электронной почте найти, почитать в блоге, либо в группе ИКТ-мастерилки для педагогов и библиотекарей. Если захотите, подключайтесь, присоединяйтесь. Спасибо, что были, спасибо, что слушали. Жду вас уже в октябре на следующий вебинар. Спасибо вам большое за внимание. Если вопросов нет, то... Уважаемые коллеги, всем большое спасибо за участие в вебинаре. Марина у нас обладает замечательным качеством укладываться ровно в то время, которое отведено под вебинар. Не каждый спикер так умеет. Огромное спасибо спикеру, разумеется. Я хотел бы отметить, что если кто-то хочет приобрести сертификат, пожалуйста, это можно сделать прямо сейчас, вот здесь вот. Что касается остальных вебинаров Марины, которые будут вести вебинары на протяжении всего года, сейчас я вам дам ссылку на нашу страничку, где вы сможете в удобной для вас форме посмотреть все ее вебинары. Одну минутку, это страница треков, и на ней вы найдете трек Марины. Сейчас я скопирую эту страничку. Вот, и можете, если вам понравился этот вебинар, можете зарегистрироваться сразу на все вебинары Марины, которые будут проходить в течение года. Всем огромное спасибо. До свидания. Встретимся на новых вебинарах Директ Академии. До свидания. Продолжение следует...